Добрый день! Канал Гетокласс. Андрей Щетников. Продолжается вторая неделя обучения школьников на дистанционке. И я попросил Галину Николаевну Солодовникову, учителя физики 93 школы города Барабинска, рассказать о том, как она справляется с своей ситуацией. У нее довольно большая нагрузка, все классы от 7 до 11, как идет работа и как в этой работе в том числе используется наша платформа Гетокласс и наши ролики. Так что есть слово, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги! Я Солодовникова Галина Николаевна, учитель физики школы 93 города Барабинска. Прошла неделя дистанционного обучения. Я расскажу о том, каким образом было организовано обучение физики в нашей школе путем использования такого интернет-ресурса, как образовательную платформу Гетокласс. Несмотря на то, что данной платформой я пользуюсь с 2015 года, она очень помогает оптимизировать работу. При массовом переходе моих учащихся на дистанционное обучение возникла проблема с регистрацией школьников. Для того, чтобы школьник мог пользоваться всеми ресурсами Гетокласса, его нужно зарегистрировать. Для этого на электронный адрес школьника высылается письмо приглашения, которое нужно принять и пройти по ссылке. За короткий срок нужно было зарегистрировать порядка 250 человек. Для каждого класса соблаговременно за неделю были созданы группа, детям разносно приглашение, но так как дети находились в это время на каникулу, кто-то проигнорировал письмо и успел удалить. У кого-то была ошибка в адресе и он его не получил, а у кого-то письма уходили в спам. И поэтому первые два дня ушли на то, чтобы списаться и созвониться с каждым ребенком по каким-либо причинам, не сумевшим пройти регистрацию. Но это детали, а в целом работа была организована следующим образом. Были составлены рабочие листы. На каждый класс за день до урока по расписанию составлялся лист, где была указана тема занятий и краткая аннотация с указанием видов деятельности учащихся. Ну, например, занятие в седьмом классе по теме простые механизмы рычаг. Это урок освоения нового материала. После урока необходимо знать виды простых механизмов, условия равновесия рычага, а также уметь определять рычу силы. А далее приводится алгоритм, что нужно сделать ребенку. Это посмотреть ролик на платформе ЕТ-класса, прочитать параграф, выписать формулы и выполнить контрольное задание. Указывается образовательный ресурс. Это ссылка на ролик. А ссылка на контрольное задание приходит на почту учащихся. Срок выполнения контрольного задания определяет учитель, исходя из его объема и сложности, помня о том, что у ребенка еще несколько предметов, по которым он тоже получает задание. Задачи решаются онлайн на платформе. В качестве примера можно рассмотреть задание. Допустим, седьмого класса. Проверка производится автоматически. Система присылает отчет о выполнении заданий. Так как я веду физику во всех классах седьмого по одиннадцатый, такая оптимизация работы экономит время на составление заданий и особенную проверку. И помогает, позволяет оперативно контролировать ситуацию. Как у меня в целом классу свою тему, как справился с заданием каждый ребенок. И каким образом, какие задания оказались наиболее сложными для детей. И также можно, нажав на сводку ошибок, посмотреть, в каких именно заданиях было допущено наибольшее количество ошибок. И огромный плюс этой платформы в том, что она позволяет быстро в один клик раздать работу над ошибками. В условиях дистанционного обучения это очень важно. Так как некоторые дети, может быть, вовремя не увидели задание по невнимательности. Может быть, не рассчитали время на его выполнение. Или плохо поняли тему и допустили много ошибок. Получив задание еще раз, они имеют шанс получить хорошую оценку. В данном случае оценка выступает не столько средством контроля, сколько средством активации ребенка. Не обязательно давать задания всему классу. Можно дать задания отдельной группе учащихся. Что особенно удобно в 11 классе, где только часть детей сдает ЕГЭ по физике. И эта группа получает отдельное задание на повторение из раздела ГИА. За неделю работы над платформой могу сказать, что в техническом плане платформа работает очень хорошо. Ни у меня, ни у детей ни разу не возникло трудностей с отправкой заданий, с выполнением, с получением результата. К недостаткам платформы могу отнести малый банк задач по некоторым темам. И иногда приходится использовать другие ресурсы. Планы на эту неделю повысить коммуникацию учителя и ученика путем использования Google форума. Коллеги, я буду рада, если мой опыт окажется кому-то полезен. До свидания и будьте здоровы!